Соединенные Штаты подтолкнули Грузию к агрессии против Южной Осетии. Такое заявление сегодня сделал российский премьер Владимир Путин. Он выступил в Сочи перед участниками международного дискуссионного клуба «Валдай-2008». По мнению Путина, вместо того, чтобы помочь решить межэтнические противоречия, США всячески поощряли агрессивный настрой грузинской стороны. Американские инструкторы проводили подготовку воинских подразделений Грузии. В оснащение армии вкладывались немалые деньги. Премьер подчеркнул, что Россия не могла не отреагировать на подобную ситуацию на Кавказе. Конечно, мы вынуждены были отвечать. А как же иначе? Или что? Нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову. Я вам скажу больше. Мы это зафиксировали даже в создании неправительственных организаций в некоторых республиках Северного Кавказа, которые под предлогом незащиты Южной Осетии начали ставить вопрос об отделении от России. Значит, мы защитили Южную Осетию плохо. Не защитили бы, мы получили бы второй удар. Уже по раскачке Северного Кавказа России. Но наглости просто нет предела. Теперь почему мы действовали так, а не иначе? А что вы хотели? Чтобы мы там только перочинным ножичком, что ли, размахивали? Потом я слышу о неадекватности применения силы. А что такое адекватное применение силы? Когда против нас используют танки, системы залпового огня, тяжёлую артиллерию, мы что, израгатки, что ли, должны стрелять? Что такое в данном случае адекватное применение силы? Конечно, этого следовало ожидать тем, кто затеял эту провокацию, что они получат по морде как следует. Если есть пункты управления за территорией, за зоной конфликта, значит, удары должны быть нанесены туда. А как же? Этого требует военная наука.